Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Премьеры». Я, как всегда, спешу рассказать вам о новых спектаклях, которые совсем недавно появились в репертуарных афишах наших театров. Спектакль «Зов степи» на музыку казахстанских композиторов поставил французский хореограф Патрик Дебана. Автором либретто выступил исследователь мира кочевья Бахет Кайрбеков. Внимание к истории, своим корням, непростые взаимоотношения людей и природы в современном мире – все эти совсем не балетные темы стали предметом исследования в новом спектакле театра «Астана-Опера». Проблема современных национальных спектаклей – одна из самых животрепещущих в отечественном хореографическом искусстве. Театр «Астана-Опера» вносит свой вклад в ее решение. Это уже третий оригинальный национальный балет, который был поставлен на музыку казахстанских композиторов на столичной сцене. Театр стремится создавать не только собственный продукт, интересный и понятный отечественному зрителю, но и экспортировать казахстанское искусство, интегрировать его в мировой культурный процесс. Поэтому перед театром стояла задача создать спектакль глубоко национальный по духу, но современный по форме, который можно вывозить на гастроли и представлять Казахстан как страну с передовыми позициями в современном искусстве. Для постановки спектакля был приглашен хореограф Патрик Дабана. В жилых французского хореографа, который живет в Испании, течет немецкая и нигерийская кровь. Именно этим миксом он объясняет свой интерес к различным культурам, шаманизму и тотемам. Тем не менее, хореограф имеет прекрасное образование и сценический опыт. Он учился танцу в школе при гамбургском балете, затем был принят в балет «Лазанны» Мариса Бажара, где вскоре стал солистом. В 1992-м перешел в Компанию национального танца Испании под руководством Начо Дуата, где оставался премьером свыше 10 лет и танцевал в постановках Дуата, Ирши Келиана, Ахада Нахарена, Уильяма Хорсайта, Макса Эка и других современных хореографов. Став хореографом, Патрик Дабана старается никого не копировать, а создавать свой пластический язык, опираясь на личности танцовщиков и отталкиваясь прежде всего от музыки. Когда я приезжаю в другую страну, я стремлюсь в первую очередь познакомиться с музыкой этого народа. Традиционная музыка приходит к нам из глубины веков, и именно она рассказывает нам реальную историю народа. Погрузившись в историю казахского народа, я был очарован тем временем, когда бескрайние степи принадлежали кочевым племенам, когда земля содрогалась от топота копыт. Признаюсь, я не люблю современность. Мне гораздо интереснее погружаться в глубину веков, доглянуть за край временного пространства и узнать, что же там. Гигантские размеры сцены театра «Астана-Опера», которая не раз становилась камнем преткновения для многих хореографов и сценографов, Патрико де Бана совершенно не смущает. Привыкший работать на разных, в том числе и на открытых площадках, он вместе со сценографом Рикардо Санчесом Куэрдо создает некую вселенную – магическое пустое пространство для того, чтобы рассказать свою притчу. В основе притчи лежит легенда о птице Самрук, но в балете она становится поэтической аллегорией. И чтобы придать ей универсальный характер, хореограф обращается к обобщенным образом музы, отца, матери, сына. Авторы не стали загромождать сцену громоздкой декорацией, а стремились создать в первом акте образ степи, ее атмосферу и краски. Центральный и единственный элемент сценографии первого акта – мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи. В створке ворота его распахивались гостеприимно во время странствия героев и закрывались вместе с завершением первого акта. Это не самый реалистический проект, но это концепция, в которой мы стараемся максимально приблизиться к самым важным вещам, к базовым моментам культуры. В сценографии нет совершенно реалистических элементов, но в конце концов это балет, а этот жанр предполагает абстракцию, диалог с публикой. Мы понимали, что в концепции этого спектакля не можем делать реалистические декорации и костюмы. Мы не можем здесь воспроизводить природу и реалистическое пространство Казахстана. Но мы постарались подойти к реальности, старались сделать что-то абстрактное, но близко к первоначальным элементам. Легенда о непростом пути инициации, на котором ребенок становится мужчиной, а мужчинам-мастерам, рассказанная Бахетом Каирбековым поэтическим языком, была преобразована опытным либретистом Жаном Франсуа Вайзелем в драматическую историю о бездетной паре в степи, которым шаман преподнес бесценный дар – яйцо птицы Самрук. Мы с моим коллегой-либретистом всего лишь гости здесь, и мы пытались понять, откуда такая сила витальности в этой степи, когда, несмотря на засуху, ветра и бураны, каждую весну все возрождается, вновь зеленеют и цветут бескрайние просторы, и испокон веков живут такие сильные люди. И я думаю, в «Легенде о птице Самрук» зашифровано это знание. Вы не увидите на сцене саму историю о птице, потомство которой пожирал змей. Это как импрессионизм. Я рисую такие маленькие точки на полотне моего спектакля, отталкиваясь от которых каждый может додумать и вообразить себе свою историю. Хореограф очень тщательно подошел к кастингу артистов и сделал ставку на молодых. На премьере, наряду с признанными примами и премьерами, ярко прозвучали имена недавно пришедших в театр артистов, которые неожиданно раскрылись в этой постановке. Во-первых, хотел бы сказать, для меня, именно для меня, как для молодого артиста, это было что-то новое в плане современной хореографии. Это уже не та классика, которую мы привыкли видеть, и не которую видит каждый у нас в день казахстанский зритель. Работа проводилась классно, очень вдохновляешься. И Патрик, он такой человек с очень большой энергией. Ты прям чувствуешь от него, когда он что-то от тебя просит, что-то поддает, когда ты с ним репетируешь, ты чувствуешь эту энергию и понимаешь, с каждой репетицией, с каждым каким-то новым моментом, с каждым новым движением, когда мы что-то берем, ты начинаешь от этого впитывать и вдохновляться. Жанебек Ахмедеев, исполняющий партию отца, совсем недавно пришел в театр. Это его первая сольная партия. Вместе с молодой артисткой балета Аделиной Тулиповой они постигали хореографию французского хореографа, пытаясь понять глубину своих героев и в то же время остаться верными себе, найти внутри себя ключик к пониманию своего образа. Я видел в себе молодого парня. Рядом со мной очень прекрасная мать. У нас сложились такие небольшие проблемы именно в семье. Я должен был пронести с ней этот момент, я должен был поддержать ее, как и любой другой любящий отец, супруг. Он должен был всегда быть рядом и помочь дать те чувства, эмоции, сказать своей жене то, что я рядом, не бойся, все будет хорошо, что бы ни было. Даже если у нас не получится, я буду рядом. Я пытался вот это вот показать, именно любящего отца. Султанбек Гумар исполняет в балете ключевую партию шамана. Тело танцовщика расписывается руническими знаками, и это тоже часть костюма. Из либретта мы узнаем, что шаман, ведущий героев по их пути, и есть та самая птица Самрук. Главная сложность была в том, что шаманы являются проводниками между мирами, и в каждом из этих миров он должен быть другим. В потустороннем мире я не могу быть человеком, тогда как среди людей я должен быть шаманом. Но каким должен быть настоящий шаман? И это было сложно донести до зрителя. Мы знаем про казахских шаманов, что они бывают немного игры, но Патрик не требовал от нас такой игры. Он говорил, «Ты не играй только шамана казахского народа, ты стань шаманом всех народов мира». Это во снах, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я показала два разных мира, два разных состояния души. В первом акте это неземное, это тот момент, когда зарождается сын. И вместе с... То есть даже оттуда я уже его сопровождаю. И уже во втором акте как бы наша встреча, и я по жизни с ним как бы рядом. Продолжение следует... Продолжение следует... На протяжении всей работы... И я там... Бывали моменты, когда дурачусь, просто делаю какие-то движения. И он такой... Стоп, стоп, подожди, ну-ка сделай это еще раз. А я уже не знаю. И вот как-то так все накладывалось. я была какая ну то есть и мы там не выстраивали поворот головы вот как ты возьмешь руку как ты это то есть каждый артист уже сам добавлял я думаю что сегодня зритель увидит что каждый кто работал над этим балетом внес частичку себя а я при этом это станция и слайк и новую фан мне было очень интересно работать они как не отшлифованный бриллиант у них чувствуется огромный потенциал они так свежи в своем восприятии хотят многого достичь и взять у тебя твои знания в балете использована музыка современных казахстанских композиторов куата шильдебаева рената гайсена толикена мамбекова а также композиции фольклорно-этнографических ансамблей туран хасак степсонс идею создать национальный балет на музыку казахстанских композиторов театр вынашивал давно тщательно отбирались композиции разных авторов согласовались с хореографом композитор аранжировщик карла спина кентана проделал колоссальную работу он не только дописал необходимые хореографу фрагменты в том числе и весь первый акт но и филигранно связал между собой музыку разных композиторов соединив ее в одну цельную драматургически выстроенную партитуру что касается пластики она очень своеобразная очень интересная он вначале говорил нужно показать из уродства красоту и ну как бы взрывался мозг это как то есть как это можно сделать как это можно показать и это все были пальцы рук сломленные какие-то вот движения но сейчас уже когда мы на финишной прямой уже дай бог сегодня состоится премьера это все оказалось вот действительно то что он что он то что мы не видели а он говорит что я за уже знал что будет так и это здорово второе действие переносит повествование в современные нур султан который тоже был лишь слегка прорисован знакомым абрисом города освободив сцену для танца сценограф рикардо куэрдо подвесил светящиеся неоном элементы декорации на штанкеты во втором акте как уже по замыслу полибрета нас уже нет живых мы пытаемся показать вот это духовное состояние нас нет живых но мы всегда рядом мы всегда рядом со своим сыном и где наши переходки мизансцены мы всегда пытаемся показать то что все хорошо сын мы все будет хорошо мы с тобой рядом чтобы не получилось какие бы у тебя моменты не были мы там на тебя смотрим и мы гордимся тобой вот как то вот такого духовное состояние хотели показать и поддержать своего сына а и и и и В балете есть еще один персонаж, который остался загадкой не только для зрителей, но и для самого хореографа. Патрик Добана назвал его «человек в черном», олицетворение дуальности мира его темную негативную сторону. В Любретто же он обозначен как предатель, но хореограф не персонализирует зло, оставляя его абстрактным понятием и считая, что дуальность в соотношении светлого и темного нужна для баланса мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на внешний авангардизм постановки, Патрик Добана пользуется знакомой лексикой классического танца, но наполняет движение такой страстью и внутренней энергией и так неожиданно ломает линии, что у зрителей не возникает сомнений. Это самый крутой модерн. А впрочем, не все ли равно, на каком языке говорит постановщик, если он говорит о главном, о том, что волнует всех людей на планете, независимо от расы, языка и цвета кожи, о корнях, о свете, о добре, которое всегда побеждает зло, как и случилось в этом спектакле. Новый спектакль театра «Астана-Опера» прошел при полном аншлаге и был полезен всем. Артистам, потому что они приобрели новый опыт и повзрослели. Зрителям, потому что они подключились к процессу сотворчества и духовно обогатились. И, конечно же, театру, потому что репертуар его пополнился спектаклем, который с помощью музыки и танца современным языком рассказал об очень важных вещах и дал возможность зрителям услышать вечный зов древней степи.